Еще одно собрание у нас пришло к концу, братья и сестры. Ну, сегодня мы все подтвердили свою верность нашему Господу. Это замечательно, слава Богу. Но лежит у меня на сердце некоторое сделать напоминание, как это Петр говорит. Вот я не перестану, покуда нахожусь. Хотелось бы просто поделиться то, что Господь положил и как-то тревожит мой дух и душу. И хотел бы прочитать из книги «Откровения» с 3 главы, с 14 стиха. И мы немножко, буквально, коротко порассуждаем. «Ангелу Лайдикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный начала создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. А если бы ты был холоден или горяч? Но как ты тёп, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ и слеп инак. Советую тебе купить у меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моём, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквам». Наверное, ладякийцев лучше всего, братья и сёстры, поймём мы их духовную борьбу. Их никогда не поймут верующие в мусульманских странах, там, где гонение. Они жили в таком азиусе, такой был азис мира, где роскошь, где свобода, где все возможности можно было бы как бы решать. Это было прекрасное место для этой церкви, которая выросла. К большому сожалению, просто так понемногу напишу, Павел пишет им послание ладякийской церкви и попросит у колосьям, это он был в тюрьме, вот положил ему Господь, написал этой церкви письмо, чтобы они с колоссами обменялись, потому что одно было в колоссах, второе было к ним. Ну и эти письма, вот как они были, но вот это первое поколение верующих, вот послание Павла им, оно потеряло. Как оно потеряло? Сегодня историки ищут, там какие-то апокрифы находят, вот эти все различные, но именно этого послания, которое было как колосьяном, а церковь колоссах сохранила. Ефесянам Павел прислал, сохранили они тоже послание. Филиппийцам написано было с ним, сохранили. А ладякийцы как-то у них не получилось, хотя это было первое поколение верующих. Второе поколение, это мы уже прочитали о нем, оно пришло, и уже пришло послание от самого Господа. Оно было немножко построже, и Господь сделал анализ и начал с того, вот он говорит, ты думаешь, что ты не холоден, не горяч? И он говорит, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужду. Что они отвечали Богу? О каком богатстве идет речь? Хотел бы заметить, братья Иисуса, это говорит то, что верующие второго поколения, когда первое Господь думает, освободил Бог от грехов людей вот этих, мне понравилось, как-то с братом недавно нашим тут разговаривая, и говорит вот неверующему человеку, который стоит перед ним, там курит, машина старая, все, говорит, а у тебя новое. Говорит, знаешь, ты посчитай, сколько ты потратил на все вот эти свои привилегии? Выпить, курить и прочее другое. Ты скоро купишь себе новую машину. И вот это первое поколение, оно точно хороший задел сделало для второго. Но вся беда, что живя в благополучной среде, они потеряли нужду в Боге. Ты ни в чем не имеешь нужды. Вот это благополучие вытеснило у них молитвенную жизнь. Я думаю, это было так сначала на собрание молитвенное, когда приходило их много, как покаялись, после меньше, меньше, меньше. И пришло время, когда их, наверное, закрыли. Ну, и, наверное, посчитали ненужным, потому что благополучие пришло, и это общение со Христом стало на второй план. Ну, все есть. Ну, о чем молиться? Мы же понимаем, когда страдаешь плотью, и записки напишем, и попросим, когда рак придет. И мы готовы ходить на собрание, и все, да. И тут раз, оно как-то благополучие. Такое искушение, да, вот, чтобы по-другому жить. И, наверное, вот эта ситуация на них повлияла, а Господь заметил. Они с Ним общаться не хотят. Они не имеют в Нем нужды. Вот, живя в этом. И больше, говорит, когда они перестали общаться, он говорит, да, Нимирный, а не зная, что ты несчастен, жалок, не слепен. Вы заметите, что этой церкви, он мне напомянул, у тебя там есть учение Николаитов, ты очень строгий, как Ефесская церковь, у тебя есть поддержащиеся учения Валавама, у тебя есть развращенные люди, как Езавет. Там было все решено. Там была социальная Евангелие, очень хорошо работала, да. Но люди не понуждались, и Господа прорезалась внутри ревность. Вот они все имеют, а вот самого основного утеряли Господа. Я восхищаюсь Даниилом, вот мы слышали в пятницу, да, он, будучи богатым человеком в день, а если нужно, я и ночью встану, чтобы помолиться тебе. И вот когда они перестали молиться, Господь говорит, у тебя теряться стали наши отношения с тобой. Ты потерял остроту духовного зрения. Ты перестал видеть и себя, и вокруг. И это стало страшным. Вот и Господь обратился к ним, да, в этой ситуации, да, вот что делать дальше, да. Помните, Петр в втором послании, в первой главе говорит так, прилагая к всему все старания, только верующим, да, и проявляйте, возрастайте к одного, к другому. Хотел бы заметить, мне понравилось одно выражение, что христианин, живущий по плоти, он двигается от хорошему к плохому. Духовный человек от хорошего движется к лучшему. Вот и в этой церкви, вот эта деградация, потихоньку смещение, они даже не заметили, как это прошло. В другой раз можно слышать, а разве это грех, что я это делаю, или то, что я ношу, одеваюсь, или что. Хотел бы заметить, не все то, что не греховно, нам позволено, если мы хотим, конечно, жить. Павел пишет, Коринфянам так, все мне позволительно, но не все оказывается полезно. Классический пример. Авраам и Лот. Скажите, выбор Авраама, Лота, направление к Содому, был греховен или нет? Абсолютно нет. Он сделал, он там как сад, юдемский, он чуть ли не в рай попал сразу. Он не был греховным, но последствия этого выбора были, питались этими плодами и дети, и внуки, и дальше. И по сей день этот выбор. Хотел бы заметить, братья, сегодня все выборы греховные мы видим сейчас, но мы должны стремиться к лучшему, к святому. Всегда тянуться это очень важно. Больше того, хотел бы заметить, они утратили одежду. Ну, я понимаю, что даже наша естественная одежда для христианина имеет большую важность, правда? А вот утратить Божию одежду праведности, это очень плохо, потому что Христос остался за дверями этой церкви. Конечно, это не имеет в виду за естественным билдингом, да? Он остался за дверями и сердец этих людей, они не нуждались. Собрание шло, программа работала, но присутствия Христа не было. Вот, к большому сожалению, вот так жила та церковь, владики, да? И когда Господь посмотрел, и мне кажется, Божья вот ревность, то, что они в этой ситуации находятся, и он пишет это письмо, и говорит, советую тебе купить у меня. С чего же начинается возвращение? Золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Что имел в виду Христос, когда через Иоанна передавал это послание? Что это за золото? Притом написано огнем очищенное. Петр тоже в первой главе первого своего послания, он говорит, вера, вот, которая проходит через огонь, это о вере идет нашей, братья мои и сестры. И если мы не поверим этим словам, а скажем, он снова говорит то, что ему надо говорить, поверьте, мы будем двигаться потихоньку не в ту сторону. Веру, говорит, без веры угодить Богу невозможно. Начни, говорит, с этого, поверь моим истинам, отнесись правильно к Слову Божию. Не оставляйте собрание, как у некоторых есть в этом обычае. Так предупреждает Слово Божие. Просто хотелось бы вот напомнить на истории этой церкви, «Мы можем быть хорошими людьми». Владики ни в чем не вкликнул. Нельзя было подкопаться на них вот неправильные поступки. Бог хочет личного общения с нами, чтобы у нас была тяга к Нему, чтобы мы спешили на общение с Ним, как те, кто любят друг друга, как они пишут текст-месседжи каждый день, сколько и как часто. То есть Господь хочет вот этих отношений. И что еще можно было бы сказать? Когда говорить дальше, белую одежду следующая, говорит Купер. Белая одежда – это праведность наша. Он облег нас в эти одежды, в эти ризы. Если бы мы без них, мы не могли бы стать на суд Божий. Но благодаря этим ризам мы можем входить во святое и святых вместе со Христом, приступать к престолу благодати. А вот эти ризы, они во Христе. Оказывается, есть такая опасность – быть во Христе, и Христос может быть за дверями нашего сердца. И даже это не больно, и незаметно, и ничего они не переживали. Просто остыли. Просто стали тепленькими. Всего-навсего. Горение то прошло. Вот, и Господь, что хотелось бы в этом... Давайте посмотрим, как 3-4-5 в этом книге «Откровения» мы читаем во одеждах, говорит, что он Сардийская церковь. «Впрочем, у тебя в Сардийсе есть несколько человек, которые не осквернили одежду своих. Будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белой одежде, не сглажив имени его из книги жизни, и исповедуй имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Извергнуть и исповедать – это слова противоположные. И они нам что-то говорят очень такое непростое, правда? Мы понимаем, что это что-то страшное, хотя каждый по-разному трактует, я бы не хотел бы, но они внутри у меня внушают какое-то особое переживание, да, вот эти слова, «я тебя не исповедую», потому что кто во Христе, тот новая тварь. И вот Христос, идя по этому, дальше Он предлагает нам, которым те, которые хотят обогатиться. «Ибо все мы одним духом, хотел бы заметить, как приходим мы в тело Христа. Крестились в одно тело, иудеи елены, рабы и свободны, ибо все напоены одним духом». Да. Оправдание получаем, когда мы находимся во Христе, римлянам 3.24, получая оправдание даром. Во Христе жизнь и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе живут не по плоти, а по духу. Вот когда мы смотрим на эти все предупреждения, о которых здесь говорит, вот я бы хотел бы заметить, когда, говорится, извергнет, Иисус Христос подтвердил эту мысль в 15 главе Иоанна так. «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как вет не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы. Если не будете во Мне, кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». То, что говорится в этом послании, и то, что говорил Христос в 15 главе, это об одном и том же. Это об одном и том же. Теплота – это самое ужасное состояние, потому что человек думает, что все нормально. Но это абсолютно не так. Это плохо. Господь хочет наших этих личных отношений. И последнее. Хотел бы обратить внимание на молитву. Что сказал Христос в Нагорной проповеди, когда Он учил молиться учеников? «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, обратите внимание, помолившись отцу твоему, который в тайне, и отец твой видящий, обратите внимание, в тайной, воздаст тебе явно». Вот как должно строиться наше отношение с Богом, да? Говорит одно то, что ты войди в комнату, да? То есть немножко соберись с собой и затвори твою дверь, не комнаты, а твою сердечную дверь. Вот встань передо мною. А после, говорит, в тайне. Скажите, разве мы какие-то Богу секреты откроем, когда мы зайдем в комнату, когда мы... Абсолютно нет. Он все нас знает совершенно. И вот тут стоит ключевое слово. Бог видящий. Он смотрит на наше сердце. Ему не нужны даже наши слова. Он знает наши мысли. Но Он видящий наше сердце и может нам тогда воздать. Не то, что мы Ему наговорим тьму слов, не то, что мы очень нуждаемся, со слезами Ему скажем. Он смотрит, насколько искренно, насколько глубоко мы Его любим. Вот в этом суть наших братьев и сестры отношений. «Отец видящий тайное вознаст нам явно». Ну, мне прекрасно вот слова Христа. Вот когда Он говорит, и я, говорит, все стою у двери, а тех, кого люблю, обличай, наказывай, будь ревностен и покайся. Всегда дает дверь свою открытой. Господь, чтобы каждый человек, если бы он нашел, что у него контакт с Богом не на такой яркий, мог поправить, сказать, Господи, ну, стал просто христианином, да. Вот, и, братья и сестры, да поможет нам Господь, чтобы нам не остыть, не охладеть, вот, чтобы было тяга к служению, вот, дар есть пение, я там нахожусь, потому что я люблю Господа, это моя мотивация. А если я этого не делаю, я очень хороший человек, никого не обижаю, не пью, не курю, это ни о чем не говорит. Таких в аду будет много. Бог дает нам дары, не для того, чтобы их закапывали, а для того, чтобы ими славили Бога, да, чтобы Он был возвеличен. То есть, хотелось бы немножко напомнить. Это, говоря о наших духовных таких переживаниях, я почему? Ладикия, она очень нам близка. Здесь говорится, вот в этом, открой глаза, вот, Давид говорит, я увижу чудеса закона твоего. Когда у нас открыты глаза на откровениях Божьих, Бог может нас утешать во всех наших переживаниях. Мы можем видеть, мы контактировать, и в Слове Божьем мы находим для себя нескучную книгу, которую, дай, может, кому-то почитать. Она мне нравится читать. Потому что это Божье откровение. Если не читается Библия у меня, Слово Божие, если моя молитва скудна, утром и вечером больше наспех помолился, братья и сестры, это теплое состояние. Это теплое состояние. Если мы во Христе, все соки идут Его через нас, мы будем вот ту ревность проявлять, которая в Нем. Если не полностью, то хотя бы отчасти. А сейчас немножко хотелось бы сказать, это в духовном плане есть вот такая красная линия, которую прочертил Господь. А я хотел бы сказать немножко с внешней стороны. Это решение по местной церкви, где мы поставили эту красную линию, всем непозволительно, но не все полезно. Следуя библейским принципам, быть категоричными в вопросах употребления алкоголя, то есть включая пиво, табака, наркотика. Внешний вид членов церкви должен быть, как проличный святым. Обнаженность, опьяность в одежде, пользование цветной косметикой, ношение серег, перстней, цепочек считается неприемлемым. Украшение должно быть евангельским, а не мерзким. Это красная. Можно сказать, а где написано? Ну, я скажу, что это идол этого мира. Сначала они сидят в нашем сердце, а после они перебираются наверх, эти идолы. Бог сказал Иакову, «Встань, пойди в эфир и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и переметите одежды ваши. Встанем и пойдем в эфир. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мной в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах и не преследовали сынов Израилевых». Да поможет нам Господь в искренности своего сердца. Меня, скажу, не очень так примем, мы не примем. Я от Господа месседж сегодня хочу оставить для каждого из нас и для себя тоже. Давайте будем держаться Господа, будем любить. Он стоит за эту жертву, чтобы нам смиряться, даже жизнь отдавать. Он этого стоит, чтобы благо эти нас, они не расслабили. И дальше будем в смирении, в благоговении совершать вот служение Господу нашему. Субтитры подогнал «Симон»